Добрый день дорогие друзья! Мы снова с вами и сегодня у нас в гостях Вадим Гасанов, кинорежиссер, документалист, просто замечательный человек. Мы сегодня поговорим про город Перемышль, совершенно верно. История этого города более чем интересная и начнем мы с седой старины. Перемышль это город, который оказался очень тесно связанный с Россией, хотя в составе России он практически никогда не был. Он был основан в незапамятные времена, в окрестностях Перемышля находят еще клады времен римских колонистов. В 10 веке князь Владимир Святой, как говорили, взял этот город на меч, то есть завоевал его. И с тех пор Перемышль практически постоянно находился под властью русских князей, достаточно быстро выделился в отдельное княжество. Были такие два брата Ростиславича, которые сумели вывезти город из-под опеки киевских князей. Перемышльское княжество очень быстро стало самостоятельным. И поскольку оно находилось на фронтире, то есть между собственно русскими княжествами и Польшей, и Чехией, и Венгрией, то соответственно судьба складывалась, скажем так, беспокойно, но не скучно. Через Перемышль шли древние караванные пути из Китая в Испанию, и из Византии к Балтике, соответственно это определяло его характер. Им владеть хотели все, но никому не удавалось до 14 века, когда город тихо, мирно, по завещанию перешел под власть польской короны. После этого Перемышль на некоторое время исчез из русской истории вообще, точнее до осени 14 года, когда к фортам крепости Перемышль подошли полки русской императорской армии. Значение Перемышль осваивается точно таким же, через него шли все пути, либо на Краков, либо на Будапешт. Русская армия была кровно заинтересована в том, чтобы его взять. Буквально три дня боев русские дивизии потеряли половину личного состава. Русская армия перешла к осаде, город сдался в марте 15 года. В честь взятия Перемышля, там же было взято огромное количество пленных, по Санкт-Петербургу и по Москве прошел парад пленных. Этих пленных провели по двум русским столицам. Это такое репетиции Баграциона, да? Да, да, да. Поскольку руководители Советского Союза были людьми начитыми еще того поколения, они прекрасно помнили про этот Перемышль, то примерно то же самое было организовано в Москве уже в 44-м году. История повторилась, да и национальность приблизительно с ужасом. Собственно говоря, практически та же. Да. Вот. Но, значит, после этого, как мы знаем, был 17-й год, Австрийская империя, Австро-Венгерская империя, Российская империя, они развалились. И в результате длительных перипетий Перемышль перешел под власть Польши и оставался под властью Польши до 39-го года. Это был абсолютно польский город. Город жил тихо, мирно, спокойно, все было бы хорошо, если бы не засаждали, не засаждал организацию украинских националистов, но с ней худо-бедно справлялись. Но, как мы знаем, 1-го сентября началась Вторая мировая война. Да. Немцы подошли к Перемышлю 15-го сентября и взяли его только через два дня ожесточенных боев. Мы знаем, что 17-го сентября Красная армия перешла польскую границу, начала так называемый освободительный поход. К Перемышлю наши подошли уже гораздо позже, 25-го сентября. По договоренности с немцами, немцы ушли из города, предварительно, значит, успев расстрелять 300 евреев, остальных согнав, скажем так, в советскую часть города Перемышлю. Перемышль разделен на две части рекой Сан. И по предварительной договоренности правый берег, правый, сам Перемышль должен был отойти Советскому Союзу, а левая часть Зассани, так называемая, немцы называли ее Премзель, должна была отойти Германии. 29-го сентября все было закончено, предоставила демаркация, немцы остались на своем берегу, наши на своем. Занимала 99-я стрелковая дивизия Красной армии, она, собственно говоря, там и осталась. Качество границов. С этого времени Перемышль стал советским городом. Он разделил судьбу всех, собственно говоря, польских городов, занятых в Советской армии. То есть, происходила перемена власти. Ну и смена администрации. Естественно, смена администрации. Сперва был назначен военный комендант. Были созданы местные органы самоуправления, состоящие, естественно, только из украинцев. Поляков отстранили сразу. И была создана народная милиция. Вадим, я хочу спросить, были ли какие-то репрессии в отношении представителей, так сказать, класса фуршизии? Да, сейчас я к этому перейду. Да, естественно, значит, тут же началась, что называется, зачистка города. Естественно, она велась не по национальному признаку, а по классному. То есть, в первую очередь были арестованы все польские жандармы, все польские военнослужащие. Что интересно, в городе Перемышль был арестован генерал Андерс, в будущем известный руководитель польской армии, сформированный в Советском Союзе. И он был арестован в очень интересном месте. Значит, вот улица, домик двухэтажный, там скрывался Андерс. Собственно говоря, он хотел перейти в немецкую часть оккупированной Польши. А напротив дом, где жили командиры Красной Армии. То есть, они жили некоторое время друг за против друга. Иронии судьбы. Потом взялись за представителей, скажем так, класса буржуазии. Причем, опять же, разницы не делали, это поляки, евреи, украинцы. Здесь разницы нет. Только классовый подход. Но в быту, естественно, предпочтение отдавалось украинцам. Потому что, как бы считалось, что поскольку мы их освободили, то есть все и должно предъявить. Они были более лояльны, априорно, так сказать. Ну, считалось, что да. Из десяти польских школ осталось две, остальные стали украинскими. Хотя, подчеркиваю, город был чисто польский. Вот, менялись, естественно, вывески. Везде, да. Документация велась строго на украинском языке. В ноябре прошли выборы. Законодательные собрания Западной Украины, ну, соответственно, Западной Белоруссии, еще скажем, да. Приняли обращение к Верховному Совету СССР с просьбой о вхождении в СССР. Соответственно, был принят, в сессии Верховного Совета СССР был принят закон о вхождении этих областей в состав, соответственно, Украины и Белоруссии. То есть, эти территории стали частью СССР вполне официально. Значит... И начинается советская уже история. Это советская, да, советская история. Но, дело в том, что если мы будем читать газеты, то мы увидим очень множество таких статей о том, что, ну, как строится советская власть, как люди воспринимают ее радостно, значит, как там все по-новому, как все хорошо. Потому что, на самом деле, все было не так радужно. Пограничники и военнослужащие, которые были расквартированы именно в этом районе, они прекрасно понимали, что немножко ситуация отличается от того, что пишут в газетах. Значит, там встали в самом Перемышле, но, значит, Перемышль и рядом, значит, участок занимал 92-й погранотряд НКВД СССР. Чуть южнее был 93-й погранотряд. Место это было аховое на самом деле. Дело в том, что буквально сразу на другом берегу Сана, на немецкой стороне, находились разведшколы, организации украинских националистов, которые курировали, собственно говоря, офицеры Абвара. С той стороны постоянно засылались диверсанты. Когда наши начинали зачистку ООНовцев, на ту сторону с нашей, опять же, старались уйти, значит, руководители и актив этих ячеек украинских националистов. Причем это не 2-3 человека, а по отчетам, знаете, это одновременно через границу пошли 100-200 человек. Но это прорыв. Да. Бои на границе шли постоянно. Если мы говорим, что Великое Отечественное началось с 22-го июня 1941 года, это да. Но война с Германией началась гораздо раньше, уже примерно с 40-го. В октябре 1939 года была попытка захвата Тарнополя. Сейчас он Тернополь. Это областной центр, так на секундочку. Перед этим была сделана попытка захватить город Сбарш. Кстати, известный, знаменитый город, именно этот город осаждал Тарас Бульбу в свое время. И в этот город сбежал его сын Андрей. То есть, как бы вот так вот. Историческое место. А там все места исторические. Этот участок считался в Советском генштабе очень важным. Еще раз повторю почему. Через Примышль идут железные дороги. Причем с очень хорошей, большой пропускной способностью. Идут на Краков. И идут на Будапешт. Было совершенно понятно, что в случае войны с Германией, потому что война с Германией будет, никто не сомневался, опять же, уже в октябре 1939 года. Этот район должен быть хорошо укреплен. Поэтому начинается возведение укреплений 8-го Перимышльского укрепрайона. Это, и значит, как потом Жуков писал в своих воспоминаниях и размышлениях, к началу войны Перимышльский укрепрайон был готов на 80%. Что такое укрепрайон? Это система обороны, основу которой составляют тяжелые железнобетонные укрепления, доты. Доты. Прежде всего, доты. Значит, капонеры и полукапонеры, вооруженные артиллерией и пулеметами. Колющая проволока, эскарпы, рвы, минные поля. За ними, с нашей стороны, значит, прикрывается все это сзади. По идее, гаубичные дивизионы. Гарнизоны заполнены, естественно, войсками. И в случае начала войны противник будет очень долго штурмовать такую линию обороны. Разобьет себе лоб, потеряет время, темп, живую силу, технику. В это время наше успеет сосредоточиться и нанести удар там, где будет нам выгодно. Но Жуков пишет о том, что Перимышльский укрепрайон был готов на 80%. Опять же, по документам должен был быть гаубичный дивизион. У каждого узла обороны его не было. Просто не было. Единственный участок, более-менее хорошо отстроенный, был Южный фаз. В районе Перимышль базировались части 99-й стрелковой дивизии. Они успели сходить на Финскую войну, получить боевой опыт, вернуться назад. И более того, 99-я стрелковая дивизия считалась по боевой подготовке лучшей дивизией Красной армии. Командовал ею полковник Дементьев. Что очень важно, по мобилизационным планам в случае начала войны дивизию нужно было пополнять контингентом из местного призывного состава. Укрепрайоны строились бешенными темпами, но опять же не без недостатков, потому что не хватало стройматериалов, не хватало рабочей силы. Привлекали пленных поляков, которые взяли в плен во время освободительного похода. Привлекали местных жителей в принудительно добровольном порядке. Был объявлен набор рабочих уже в тыловых районах Советского Союза. Они приехали туда на границу и тоже строили те укрепрайоны. В Рим не категорически не хватало. Были приняты серьезные меры к обеспечению безопасности переграничной полосы. А местное население к нашим относилось очень плохо. На самом деле, несмотря на все победные революции. Например, в село Михайловка, там строится 9-я застава. Между заставой и границей не должно быть ни одного жилого строения. Всех отселить. Это в лучшем случае. 100-метровая полоса освобождается. Это в лучшем случае. На самом деле, по километру, по два. Всех отселяют от границы. Естественно, люди жили веками. Кто будет относиться с симпатией к нашим? Никакой помощи ждать не приходилось. Это понятно. Итак, дожили до июня 1941 года. Пограничники и военные уже все прекрасно понимали. В самом городе в Перемышле дислоцировался штаб. Был положен штаб 99-й стрелковой дивизии и штаб 8-го корпуса. Части основные были выведены из Перемышля. Артиллерийцы были выведены в летние лагеря. Но, опять же, вот сейчас, когда мы смотрим на все это, мы понимаем, что не все было так просто. Летние лагеря оказались именно в том месте, чтобы прикрывать возможные пути прорыва немцев. Они оказались именно там, где потом пошли немцы. То есть, все это предугадывалось. Но война все-таки это шахматы, да? И было совершенно понятно, где, куда, кто, куда пойдет. Да. Спасибо, Вадим. Мы, так сказать, послушали эту предысторию. Чрезвычайно информационно насыщенная. Очень увлекательно. Благодарю. Если вам интересно, что же было в городе, что было с жителями, как сложились судьбы частей Красной Армии, то мы вас ждем в следующей передаче. Оставайтесь с нами. Всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok